Здравствуйте, позвольте представиться. Меня зовут Наталья Олеговна Кирдянкина. Я врач-эндокринолог и координатор Академии Верба Майер. Сегодня мы поговорим о постковидной реабилитации. Постковидный синдром – это новые появляющиеся симптомы или клинические состояния, которые развиваются после перенесенной коронавирусной инфекции в течение трех месяцев и более, длящиеся более двух месяцев и не объясняющиеся каким-либо диагнозом, то есть самостоятельным заболеванием. В конце октября этого года ВОЗ ввело официальный термин – лонг-ковид. Рассмотрим патогенетические механизмы коронавирусной инфекции. Вирус обладает цитотоксическим действием, может вызывать повреждения эндотелия, вызывая эндотелиальную дисфункцию, воспаление и тромбозы. И с этими воскулитами как раз и связывают генерализацию заболевания. Также нарушается работа ренин-ангиотезин-альдостероновой системы, с чем связан повышенный сердечно-сосудистый риск. И также нарушен иммунный ответ, что называется цитокиновым штормом. В связи с этим и развиваются многочисленные симптомы постковидного синдрома. Рассмотрим основные из них. Со стороны легочной ткани, со стороны дыхательной системы чаще всего наших пациентов беспокоят сохраняющаяся дышка, кашель, невозможность вдохнуть полной грудью. Со стороны сердечно-сосудистой системы беспокоят тахикардия, боли в грудной клетке, учащенное сердцебиение, неконтролируемое повышение артериального давления, патологическое потоотделение. Со стороны желудочно-кишечного тракта чаще всего беспокоят нарушение стула, диарея, запоры, тошнота, снижение аппетита. Крайне часто встречаются неврологические симптомы, так называемый мозговой туман, нарушенная концентрация внимания, проблемы с памятью, нарушение сна, снижение работоспособности, усталость, депрессивные расстройства, повышенная тревожность. А также наших пациентов беспокоят кожные симптомы. Проявление со стороны опорно-двигательного аппарата, боли в мышцах, потеря мышечной ткани, боли в суставах. Постковидный синдром может развиваться у всех пациентов с перенесенной коронавирусной инфекцией, независимо от того, какая степень тяжести была в остром периоде, легкая, средне-тяжелая и тяжелая степень. Однако, анализируя регистры больных с коронавирусной инфекцией, учеными было доказано, что ожирение является независимым фактором риска более тяжелого течения постковидного синдрома. И именно этой группе пациентов будет требоваться максимальные реабилитационные мероприятия. Восстановительные мероприятия носят сугубо индивидуальный характер. Нам необходимо обязательно прообследовать пациентов перед тем, как назначать какие-либо реабилитационные мероприятия, поскольку нужно исключить имеющиеся противопоказания и развившиеся осложнения после коронавирусной инфекции. Рекомендуется на реабилитацию направлять всех пациентов с перенесенной коронавирусной инфекцией и максимально в ранние сроки. Программы реабилитации длятся от 6 до 12 недель. Всегда проводится контроль эффективности и оценка необходимости продолжить восстановительные мероприятия. Министерство здравоохранения Российской Федерации 1 июля 2021 года выпустило приказ об углубленной диспансеризации. То есть все пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, в срок выздоровления через 60 дней после выписки имеют возможность пройти комплексное обследование для исключения осложнений коронавирусной инфекции и для разработки индивидуального плана реабилитационных мероприятий. В данный протокол до обследования входит приведение рентгенографии, КТ органов грудной клетки, спирографии, пульсоксиметрии в состоянии покоя и на фоне нагрузки, лабораторная диагностика. И уже учитывая все эти анализы, врачом будет составлен план индивидуальной реабилитации и восстановительных мероприятий. В комплекс оздоровительного лечения обязательно входят физиотерапевтические программы. Например, криотерапия, криосауна обладает иммуномодулирующим, противовоспалительным, обезболивающим эффектом. Сеансы криотерапии позволяют нам снизить проявление болей в суставах, мышечных болей, улучшить трофику тканей, соответственно, улучшится восстановительный процесс. Снижается артериальное давление, улучшается настроение наших пациентов, то есть снижаются эпизоды депрессивных расстройств. Интервальная гипогиперокситерапия или горный воздух позволяют нам улучшить газообмен, улучшить обмен веществ, снизить дисфункцию митохондрий, что также очень важно в реабилитации постковидного синдрома. Также используются разнообразные бальнеологические процедуры, процедуры массажа, магнитотерапия, лазеротерапия. Можно сочетать все эти процедуры с инъекционной карбокситерапией, которая нам также позволяет улучшить газообмен, нормализовать обмен веществ в организме и ускорить процессы восстановления и регенерации после перенесенной коронавирусной инфекции. Крайне важен физический статус и физическая реабилитация наших пациентов. Мы рекомендуем выполнять три группы упражнений. Аэробные, на выносливость, на сопротивление и на баланс. И здесь, да, позвольте дать несколько советов. Выбирайте постепенный темп. Не спешить, не торопиться, не рассчитывать, что все упражнения можно будет сделать в том же объеме и в том же темпе, что и до заболевания. Рекомендуется разбивать активность в течение дня на небольшие задания. И так будет очень целесообразно в комплексе восстановления. Между занятиями, заданиями обязателен отдых. Рекомендуем постепенно наращивать интенсивность. Ни в коем случае не сразу чрезмерно интенсивные нагрузки, а с постепенным сокращением именно времени на отдых. Мы своим пациентам всегда рекомендуем меньше сидеть. Как минимум, каждый час лучше встать и сделать разминку в течение 5-10 минут. На первом этапе лучше всего сосредоточиться на ходьбе, сделать ее основной физической нагрузкой и внести ее в свое ежедневное расписание. Также мы рекомендуем выполнять дыхательные гимнастики. Это и диафрагмальное дыхание. И разнообразные дыхательные практики, например, дыхание по квадрату. Также возможно использовать дыхательные тренажеры. Как я уже говорила, нужно с осторожностью относиться к интенсивности физических нагрузок, поскольку чрезмерные нагрузки, чрезмерные интенсивности нагрузки могут спровоцировать обострение постковидного синдрома. Важной составляющей реабилитационных программ является нутриативная поддержка. Нутриативная поддержка направлена на восполнение энергодефицитов, на восстановление функционального статуса и улучшение качества жизни наших пациентов. Мы рекомендуем из рациона исключить продукты с высоким гликемическим индексом, то есть легкие углеводы, быстро усвояемые, сахар, мед, варенье, кондитерские изделия. Также продукты с большой термической обработкой, содержащие большое количество конечных продуктов гликирования, так как все эти продукты могут усиливать и способствовать пролонгации воспалительного процесса. Также мы рекомендуем ограничить острую пищу, алкоголь, маринады, соусы, поскольку все это может неблагоприятно влиять на слизистую желудочно-кишечного тракта и способствовать более долгому периоду восстановления именно симптомов, беспокоящих, если беспокоить симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Акцент на свежие фрукты и овощи. Предпочтение даем сезонным ягодам, фруктам и овощам с минимальной термической обработкой. Также важную роль играют назначения пробиотиков и пребиотиков, поскольку вирус SARS-CoV-2, он доказанно изменяет состав микробиоты желудочно-кишечного тракта, что может и вызывать все перечисленные выше симптомы. Снижение физической активности, нерациональное, несбалансированное питание, длительная мобилизация наших пациентов могут приводить к снижению плотности минеральной костной ткани и к прогрессирующей потере мышечной ткани. Поэтому в таком случае мы всегда рекомендуем, особенно возрастным пациентам, проведение рентгеновской остеоденцитометрии для того, чтобы исключить остеопороз или саркопению. Несколько слов о терапии, которой мы прибегаем на этапе восстановления. Мы используем и сосудистую терапию, и противовоспалительные препараты. Также по показаниям возможно рассмотреть назначение плацентарной терапии, а также плазмотерапии. Мы рекомендуем всегда перед началом любой терапии проконсультироваться со своим лечащим врачом, провести обследование и исключить возможные противопоказания. Любая терапия назначается только по показаниям. Можно рассмотреть курсовый прием антиоксидантов, прием витаминов, особенно актуальны витамины группы А, В, С. Они направлены на снижение воспаления, на снижение астенического синдрома, на улучшение когнитивных функций, на улучшение эмоционального фона наших пациентов. Соответственно, все это будет способствовать более легкому и более быстрому восстановлению. Витамин D мы также рекомендуем назначать. Прежде необходимо сдать анализ и убедиться, на каком уровне и какая терапия нам нужна. Поддерживающая или восполняющая дефицит или недостаточность. Сейчас известно, что витамин D снижает летальность и снижает риск переводов пациентов на ИВЛ. То есть терапия патогенетически обоснована и снижает риски. Также можно рассмотреть назначение альфа-липоевой кислоты, фолиевой кислоты, так как это также снижает риски астенизации наших пациентов. Если вы до болезни принимали кардиологическую терапию или терапию по поводу сахарного диабета, то не стоит ее самостоятельно отменять. Появившиеся последние данные указывают нам на то, что данная терапия имеет много преимуществ, то есть обладает дополнительными плеотропными эффектами. Доказано, что антигипертензивные препараты снижают летальность и улучшают течение постковидного синдрома. Также некоторым нашим пациентам на время острого периода потребовалось назначение инсулинотерапии. В постковидном периоде на этапе реабилитации мы имеем полную возможность постепенного снижения доз инсулина с переходом к терапии, которая была назначена до заболевания. Что касается пациентов с сахарным диабетом, то здесь на первое место становится, конечно же, самоконтроль и достижение индивидуальных целевых значений сахара крови. В некоторых случаях может потребоваться контроль кетоновых тел в моче. Также необходимо провести обследование для исключения патологии работы щитовидной железы, поскольку мы также знаем, что вирус может повреждать клетки щитовидной железы и, соответственно, может нарушиться работа щитовидной железы, и она будет вырабатывать гормонов не в том количестве, которое требуется организму в настоящее время. Поэтому как врач, так и пациент должны знать о том, что не все симптомы могут быть связаны только с перенесенной коронавирусной инфекцией и вовремя провести диагностику для исключения патологии работы щитовидной железы. Берегите себя, всего вам самого хорошего. Спасибо за внимание.